Когда к нам приходят люди из НГУ, для меня маленький праздник. Вот сегодня у меня маленький праздник. У нас в гостях Вирусовок Маргарита Турманенко, победитель первого сезона шоу «Научный стендап» и научный сотрудник Новосибирского государственного университета. Она, в общем, сейчас сама все расскажет, чем она занимается и почему так это интересно. Здравствуйте! Привет! Ну что, конечно, самое веселое, наверное, для нас и то, как мы вас нашли, посмотрели, стендап. Но об этом чуть позже. Для начала давайте расскажем, чем вы занимаетесь на работе, почему вы выбрали вирусы для изучения. И это очень интересно, судя по программе. Кстати, хотите вирус? Я прошу прощения. У нас наши свои вирусы в голове. Нет, ну у нас же стендап, я вот решил как-то сьюморить. Ну да, кстати, у нас регулярно просят, а какую вам на отбивочку песню поставить? И вот такую еще никто не выбирает. Это же логично, вирус. Да, надо бы следующий раз предложить. Про научную работу в лаборатории. У нас очень классная лаба, мы занимаемся вирусологией, причем не боремся с вирусами, а наоборот используем их как лекарство. Вот. Занимаемся конкретно, вирус называется аденовирус, он вообще-то вызывает легкие респираторные заболевания, но бояться его не стоит. Мы там шаманим. Саша! Его немножко... Прямо сейчас тебе никто его не перешаманит, вот здесь в студии. Подожди. Да, вот. И мы модифицируем его немножко, чтобы он боролся с таким заболеванием, как злокачественная обухоль. Даже вот так можно вирусами делать? Да, да. Но на самом деле это... Не мы первые это придумали. На Западе уже существуют такие лекарства, и достаточно успешно они используются, но в России пока такого лекарства нет. И это доступно простым смертным в денежном эквиваленте? Будет, я надеюсь. Доступно, когда мы доделаем этот препарат. В принципе, это не запредельные какие-то деньги. Почему вы выбрали вирусы когда-то? Ну, это действительно очень интересный проект. То есть мне надо, чтобы работа доставляла удовольствие в разных аспектах. Во-первых, это должна быть такая светлая идея. Благородная. Борьба со злокачественными опухолями куда уж благороднее и нужнее. При том, что это действительно не просто какие-то выдумки, которые непонятно получатся или нет. Это технология, которая работает. Просто надо её довести до ума, доделать наш вирус, делать из него лекарства, протестировать и всё будет. Уже есть какие-то прогнозы в сроках? Ну, про это сложно говорить, потому что клинические испытания – это песня, к сожалению, очень долгая. И после получения первого образца проходит лет 10, прежде чем это реально выходит на рынок. Потому что клинические испытания, они трёхфазные. И, в общем, это всё долго. Это да, действительно долго. Ну, надеюсь, может быть, у нас удастся это провести как-то быстрее и так далее. Ну, хорошо. В этом мы не первые. В этом уже есть определённые исследования, определённая практика уже была, и мы пытаемся это совершенствовать. Есть какие-то ещё вещи, над которыми сейчас вирусологии работает новосибирская, где мы, ну, не знаю, впереди планеты всей? Ну, там, где мы впереди планеты всей вирусологии, я не могу об этом говорить. Это секретная информация? Я ещё сотрудник научного центра «Вектор» в Кольцово вирусовой совершенно закрытого предприятия. Поэтому я тут, к сожалению, не могу вам какие-то совсем передовые вещи рассказывать, но, безусловно, они есть. Но это тоже во благо человечества. Во благо, безусловно. Ну, слава богу. Как вы попали на научный стендап, всё-таки давайте вернёмся к этому медийному мероприятию. Что вам дало участие теперь, да, какой-то опыт интересный? И до этого, как вы готовились, как выбирали тему, почему? Я вообще об этом мероприятии узнал, когда мы готовились к программе. Это очень страшно, между прочим. Давайте я расскажу сначала вообще, что такое стендап. Вот, да. То есть научная передача на телеканале «Культура научный стендап». Она новая, насколько мы знаем, первый сезон. Да, это был первый сезон. Собственно, она выросла из такого мероприятия, как Science Slam. Science Slam вообще зародился в Германии. И потом его уже привезли в Россию. Сейчас, я думаю, все страны, в общем, расхватают этот формат. Отхватит. Да, то есть формат заключается в том, что молодой учёный за 10 минут, ну, на культуре это было 6 минут, ну, вообще за 10 минут, весело и непринуждённо, простыми словами, шутками и прибаутками, должен рассказать о своём исследовании. Не просто о какой-то теме, а то, что он делает у себя в лабе, там, я не знаю, или где-то. То, что он делает сам руками. Да, то, что он делает своими руками. Вот, и он должен, вот, главное требование, чтобы это было понятно, чтобы он уложился за 10 минут, ну, чтобы это было, естественно, весело и прикольно. Вам, как человеку науки, насколько это было трудно, или это легко, действительно, научную работу уместить 10 минут ещё и шутки? Ну, конечно, сложно. Шутки критические. Конечно, сложно. То есть самое сложное, это придумать метафору. То есть у нас вот вирусы, геномы, это достаточно, вообще-то сложно, это гены, инженерия, вирусов. Более простые слова, которые будут понятны. Да, вы представьте, что вот это мяч, да, вот это вот. Да, то есть если говорить научным языком, это будет, а вот мы геном модифицируем, используем полимеразу такую, трестиктазу такую, то никто ничего не поймёт, кроме молекулярных биологов. Поэтому вот у меня самая главная была метафора, что я опухолевые клетки сравниваю с пьяными людьми, что у них на самом деле много общего, они так же отвратительно себя ведут по сравнению с трезвыми и так далее. И что вирус, он как полицейский, который умеет отличить здорового трезвого человека от пьяного. И вот что мы там, короче, как мы вирус модифицируем, как мы его вооружаем и даём ему специальный алкотестер, чтобы вот он определял. Согласно вашей метафоре, полицейские бывают не очень хорошие, да? Ну, тут в эту сторону не надо продолжать, надо только в положительную. Как готовились, насколько это долг было, кто вам помог, не знаю, всё-таки вы победили, между прочим, как вы считаете, почему? Ну, надо сказать, что это не первый был мой такой важный, так сказать, слэм. Первый был два года назад, уже теперь даже больше. Это был российско-немецкий слэм, и проходил он в Германии. И вот для него мне... Не в формате телепередачи, а просто в формате такого мероприятия. Просто, да, просто в формате уже такого, да, на сцене, просто стендап. И там была очень сложная аудитория, это был, можно сказать, экономический какой-то форум. Ещё, наверное, на английском приходилось говорить? Нет, мы всегда слэм на родном языке, иначе это будет неравноправно немножко. Его переводчики уже переводят, ну, там, например, на немецкий, там, и так далее. Переводчики у нас бомбические, переводят они очень классно. Каждую шутку мы с ними обсуждаем, и, в общем, прикольно получается. Вот, и там я выступила, и там я победила, и поэтому про меня уже знали, как победителя российско-немецкого слэма. Собственно, поэтому, я думаю, на меня и вышли с научным стендапом. Поэтому, у меня не сильно много уже подготовки за него, времени за него подготовки. Сколько лет вы уже занимаетесь в этой научной работе? Давно? Ну, достаточно, наверное, где-то с 12-го года. Мне интересно, а чувство юмора и вообще шутки, это какое-то КВНовское прошлое? Или кто-то помогал? Да, это скорее образ жизни просто. Веселая, студическая жизнь, как бы, я стараюсь юмором. Как без юмора, так, в нашей работе нельзя. Особенно вирусологи, просто это страшные люди, Саша. Если бы ты видел видео, когда человек сначала показывает огромного, извините, урода, а потом говорит, что он живет у вас в бровях, вылазит и ест вас потихонечку. А я чувствую, что-то здесь чешется. И при этом еще и шутит после этого. После рекламы вернемся, у нас еще много вопросов. Маргарита Романенко у нас в гостях. У нас в гостях вирусолог Маргарита Романенко. Недавно совсем она стала победителем первого сезона шоу «Научный стендап». И это не первый слэм, где она побеждает. Похоже, что она никогда не проигрывает на слэмах. Еще раз доброе утро. Мы говорили о том, что это был интересный опыт, но нам понятно, почему это важно для людей. Никто им из научных журналов не расскажет на простом языке о важном вкладе, который вы вносите в науку. А вы рассказываете еще и с юмором. Но вот для вас этот опыт, какую пользу приносит участие в таких вещах? Что вы получили в итоге? Есть известная фраза, к сожалению, не помню, кто ее сказал, что если вы не можете объяснить техничке в своей лаборатории, чем вы занимаетесь, значит, вы сами не понимаете, чем вы занимаетесь. Это что-то вроде как, мне режиссер говорил, если вы сами себе праздник не сделаете, вы другому человеку это никогда не организуете тоже. Да. То есть если вы самыми простыми словами ребенку кому-то не можете объяснить, значит, вы реально что-то до конца сами не понимаете. И поэтому, когда на самом деле я стала готовиться к своему, вроде, казалось бы, всего 10 минут, все очень просто, но я нехило научных статей почитала, чтобы вот, а вот если я вот так вот упрощу, такую метафору сделаю, насколько это правильно. А действительно, вот опухолевые клетки, например, себя так ведут, а вирус у себя так ведет. Ну и в общем, то есть это просто полезно. И я, когда со студентами сейчас занимаюсь, я им на каждом практически занятии рекламирую слэм и призываю их участвовать, чтобы они реально разобрались в своей теме лучше. То есть вы пока готовились, еще немножко научную работу дописали? Ну, грубо говоря, да, какой-то бэкграунд, все время он должен расти. И при подготовке к научно-популярным мероприятиям, в общем, это занимает ничуть не меньше времени в плане науки, чем подготовка к серьезной конференции, например. За эфиром вы рассказывали, что есть организация, которая все время предлагает вам какие-то интересные такие вещи, мероприятия, поездки. Расскажите про это. Оказывается, научные сотрудники могут все время участвовать в чем-то подобном. Даже не обязательно научные сотрудники, студенты, аспиранты. Я, в общем, действительно всех призываю, потому что движение это растет, саймс-свэма. И, собственно, любой человек, у которого есть хоть какая-то научная работа, там, диплом делает в своем университете, институте, он может заявить себя и выступить. И есть организация слэма, которая топовых слэмеров зовет на какие-то уже такие большие мероприятия, когда им там все оплачивают, приглашают, платят им за выступление. Вот, допустим, там где-то в Артеке будет какое-то событие, будет в Берлине в июне русско-немецко-американский слэм, куда тоже зовут слэмеров. И, в общем, всегда можно... Это очень открытая организация, там прекрасные ребята работают. Как называется? Как быть в теме? Как отслеживать вот эти вещи? Можно найти в соцсетях, загуглить просто по-английски «Science Slam». А, как это называется? Да, и выпадет всякая разная информация. Можно найти организаторов в своем городе, в Новосибирске, у нас в Академгородке. Ребята этим занимаются, в общем, можно там... В общем, легко информацию там в ВКонтакте, в других соцсетях найти. Здорово, спасибо. Маргарит, можно вас поэксплуатировать в профессиональном плане? Да, пожалуйста. Очень много всяких интересных, ну, я не знаю, насколько они настоящие, насколько им можно верить, но много разных в интернете бродит статей, где на самом деле больше всего бактерий. Есть версия, что на кнопке лифта, что на... На телефоне. На телефоне, на сотовом, на деньгах, где там еще... Ну, что и везде все время сравнивают с бачком унитаза, что везде больше даже, чем там. Там все-таки вопрос к вам, где больше всего бактерий. Ну, что называть еще больше, то есть больше по количеству или больше по разнообразию. Ну, наверное, по количеству по вредоносности для человека. Я думаю, серьезных исследований реально никто не проводил там, чтобы брать вот эти мазки. Но я думаю, на деньгах, конечно, существенно больше там, потому что через столько рук проходят эти купюры. У меня, когда я какие-нибудь научных поп-лекции читаю по микробиологии, что-то с этим связано. Я специально беру чашки Петри, ну, то есть это такие тарелочки с питательной средой для бактерий. И я туда делала разные, вот, допустим, индийскую рупию прикладывала, там русский рубль, там еще что-то, еще что-то там. Так, так, и чья валюта близне всего? Ну, в общем, индийская рупия, конечно, бьет все рекорды. Ну, то есть это так, чисто посмотреть то, что выросло. Ну, вот так, навскидку на мне сейчас сколько бактерий? Ну, очень много клеток, так сказать сложно. В основном все они вообще... Я вчера мылась, утром чистила зубы и мылась. Это прекрасно, но все равно бактерии вы, слава богу, не смываете, если только не пользуетесь специально антибактериальным мылом, которым пользоваться категорически нельзя. Нельзя. А много ведь таких продуктов, где написано антибактериально. Вот и ужасно это все, потому что те бактерии, которые живут на вас и в вас, они совершенно не вредны вам, а наоборот. Они нужны. И вот этот защитный покров, который ваши драгоценные, ваши ненаглядные бактерии создают, вот с ним точно не надо бороться, чтобы болезнетворные не могли к вам попасть. Поэтому я категорически не советую никакой антибактериальным мылом использовать. Ну, хорошо. Это хороший лайфхак. Ну, последнее такое уж научное, что меня интересует, раз уж вы здесь. Мы говорили много о вирусах хороших, которые помогают бороться с разными болезнями, но все равно есть болезненные вирусы, которые... Болезнетворные. Да, болезнетворные, которые нам вредят. И вот на сегодняшний день есть какие-то новые, о которых мы, может быть, еще не знаем, о которых нам стоит бояться. Можете нас напоследок немножко попугать? Ну, ничего-то... У нас прекрасный регион. Мы с вами живем не в Африке, слава богу, никакая болота, Марбург до нас не доходит. Зика тоже, я думаю, до нас не дойдет, только если там южные районы России и так далее. А в нашей Сибири мы вот просто... У нас все прекрасно. Никаких таких опасностей у нас нет. Единственное, что я могу сказать, клещи уже просыпаются. И вот вирус клещевого энцефалита, это то, чего нужно бояться у нас в регионе. Поэтому, пожалуйста, делайте привилочки, как минимум, страхуйте свое здоровье. Это надо. Это вы рекомендуете. Вы, кстати, да, как вирусолог, за прививки? За большинство прививок обязательно. То, что есть в календаре прививок, детям ставить нужно обязательно. Из-за того, что люди валяют дурака и мамы отказываются от прививок, к нам возвращаются болезни, которые, казалось бы, мы уже победили. Корь, паратит там, все это ужасно, когда сейчас... Чума не вернется? Чума, слава богу, не вернется. Но, в общем, устроить себе веселую жизнь и бороться сейчас с корью мы можем, из-за того, что люди делают всякую ерунду. Поэтому обязательно привки надо ставить. Это нацефалита я себе ставлю постоянно. В общем, и гуляю по лесу спокойно. Круть! Благодарные слушатели что делают обычно? Они до конца, как могут, вцепившись зубами, не отпускают говорящего. И вот у нас тоже осталось последнее для вас задание. Расскажите забавные случаи из своей жизни, какую-то настоящую, реально непридуманную смешную историю. Недавно у нас был день открытых дверей в нашем университете. Мы приглашали всех желающих абитуриентов и родителей к нам прийти. В общем, я там была как ведущая, в то же время выпускник университета. И мне предложили ответить на вопрос, никто не знает, что я. Первое, что у меня на самом деле всплыло в памяти, никто не знает, что меня вызывали в деканат за плохое поведение. Юмор ситуации в том, что вообще я отличница и средний балл диплом у меня в университете 5.0, что очень редко бывает, но в то же время это не мешало мне вести, в общем, достаточно веселую студенческую жизнь. Я даже не знала, честно говоря, что в университете ругают за поведение. Я-то думала, там все люди взрослые, там всем все равно. Нет, у нас там разные. Или у нас есть химики, которые регулярно делают взрывчатку, отрывают все пальцы, за что их отчисляют из университета. О-о-о, отчислен за отрубленные пальцы, как бы кошмар. Как бы это ни было смешно, это было грустно, я была свидетелем, как один очень умный парниша, но вот бегал, да, с окровавленными пальцами по общежитию и кричал, боже, только не отчисляйте меня, я хочу получать знания. В общем, так же и я, когда пришла в деканат, причем комичная ситуация была в том, что буквально там за месяц до этого мне вручали премию за отличную учебу, а после этого я же прихожу в деканат, замдекана на меня смотрит, типа, здравствуйте, Маргарита, что вы тут делаете? Говорю, вы меня вызывали, я вас не вызывала. Нет, говорю, вызывали. У меня тут день рождения недавно был, мы очень хорошо отметили, он такой, ну, он погрозил мне пальчиком, подцог, он сказал, чтобы мы больше так не делали. В общем, на то мы разошлись. Ну, а вы начали историю, что надо было... Да, надо было назвать два факта, и, в общем, этот я как-то цензуру не прошел, а второй факт, что я участвовала как-то в параде, посвященном Дня Города, верхом на лошади. Так что по Красному проспекту как-то был у меня такой опыт проехать верхом. Вот такие вот у нас вирусологи. И коня, и деканат. Практически на скаку остановит, от вируса избавит. И вируса. Спасибо большое. Спасибо, Маргарита. Маргарита Романенко была у нас в гостях, вирусолог, научный сотрудник Новосибирского государственного университета. И мы тоже говорим всем слушателям спасибо за внимание. В студии для вас работы.